Всем привет, тут солнечные коленопроводы. Мне кажется, сегодня мы точно уже не ошиблись. Мне кажется, что у Марусечки точно начинаются роды. Симон здесь как здесь. Симон постоянно ей помогает. Он ей помогает и подмываться, и с котятами облизывать. Ну, в общем, все увидите, кто не смотрел наши предыдущие роды. Я сейчас вижу, что прям вообще она уже готова. Если меня и в этот раз она не обманывает, потому что девочки писали, о может у нее отошли вода. Не-не-не. Она просто мастилась, мастилась. Ей хочется, чтобы ее погладили. Она вообще любит, когда я, видите, животик выращиваю, вообще любит, когда я ее обнимаю, целую, на ручки беру, она спит со мной. Поэтому она такая мамона, что постоянно приходит ко мне. Естественно, если есть коробка, она понимает, что ее уже будет вместе. Ну, будем наблюдать сегодня, как дела пройдут. У меня, кстати, дела не очень плохо, не очень плохо, не очень хорошо. Я упала со стремянки три дня назад, и у меня трещина, ага, потоки пошли, и у меня трещины в спине, в костях. Но сегодня я на антибиотиках, вот на таких вот. Сейчас покажу. Вот такие вот у меня антибиотики, плюс у меня обезболивающие, потому что, естественно, на кости вы не наложите ни на какой гипс. И сегодня третий день, и у меня с меня получше. Конечно, работают обезболивающие с таблеткой, но у меня получше. Я вот, допустим, сейчас я уже присела. То есть могу присесть, потому что два дня я просто не могла не лечь, не встать, это все с боли, и прям чувствуется, как хрящик ходит в спине. Я полезла на детскую кровать, мыть вентилятор, и со стремянки спрыгнула на кроватку, на кровать на детскую. И когда прыгала в тот момент, подумала, ой, там же рейки, сейчас я их поломаю. Нога как-то не так вступила, я в угол кровати прям хорошо так полетела. Но сейчас уже с Божьей помощью, с Карла помощью, потому что Карла мне пришлось и ноги мыть, и поднимать, и ночью вставать, смотреть, потому что я спала в положении, сидя. Вот такие вот дела. Боли были ужасные, сейчас уже, конечно, проходит, боль уже как-то поменьше. Я сегодня уже больше двигаюсь, но тем не менее, конечно. Ну, будем ждать. Вот вышло место. У меня уже тут подготовлены пеленочки чистенькие. Вышло само место. Я ее оставляю пока она еще в силах, я никогда не лезу. Правда, Симон периодически приходит, приходится отгонять его. Вот мне постоянно помогает. У меня кошка никогда рожает, никогда не орет, ничего. Вот у меня у подружки кошка рожает, у меня, говорит, Марин, прям вообще, говорит, мы прямо дети, говорит, с мужем, говорит, убегают в другую комнату, потому что, ну, вот, кошка как-то, наверное, менее расположена, ну, менее расположена к, хотел сказать, к родословной, к родам. А у меня как-то кошка не орет, не кричит, она спокойно ко мне приходит, мы гладим по животику, как бы, и все. Покажи, Маруся, что там у нас. Вот у нас котеночек, подожди, давай. Сама сможешь его перевернуть? Мне надо страшно, чтобы помогала последнее время, все время. В общем, сейчас мы наблюдаем, если она сама перегрызет ее. Да, да? Покажи хоть какого цвета, Марусечку, поздравляю. Не видно из-за хвоста. Маруся, надо же его раскрывать, чертой. Давай-давай-давай-давай-давай. Мы ему чистим ротик рыжий, мой любимый цвет. Сейчас я ему прочищу ротик. Иди, он маленький такой. Симон, иди, будешь помогать. Вот такая рожица. Симон, я его прогнала, иди сюда. Будешь помогать. Карла как раз пошел с собаками. Вот такие вот маленькие счастья рождается. Как можно не любить таких котяток маленьких. Сколько в Украине, когда я была бездомных собак, кошек в Украине. Вообще просто никто этим не занимается. Тут домашние котятки, люди чем-то недовольные. Смотри, София. Да, салютайте, София. Смотри. Ну, первый, тихо-тихо, спину мне не трогай. Как красненький, как тебе не нравится. Ему холодно. Подожди, подожди, надо ротик ему хорошо. Ну, как, я не знаю, что девочка или мальчик. Не знаю. Ну, красный, да, ну. Да, дышит. Главное прочистить носик и... Тихонечко, смотри. Ну, София, кузинаскому. Все, оставляем салфеточки. Иди, я потом тебя позову. Ой, только спину нет. Нет, ты меня дергаешь и я дергаюсь. Так, давай, Марусечка. Симончик, иди помогай. Ну-ка, на, Марусь. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Напишите, кто-то из вас, когда вот роды принимаетесь, если у кошки. Вы отсасываете тоже, вот ротик открываете ему предварительно, чтобы убедиться, что он дышит, что у него ни ротик, ни носик, ни забит. Вот. Они, когда, конечно, высохнут, будут симпатичные. Сейчас, конечно, мокренькие, ему холодно. Будем ждать. Ну, вот пришел и Симон на помощь. Симон у нас вообще, я прям не знаю, вот такого мужа-кота я не видела вообще никогда в жизни. Опять же говорю, это моей подруге, она говорит, что не только ее муж с детьми убегает, и даже муж кошки текает. Нет, у нас Симон помогает вообще, вылизывать будет до последнего. Вообще просто они замечательная пара, у них любовь. Ну, точно, проверенная годами. Он сейчас будет вылизывать, будет ей помогать. Вот. Такие дела. Наверное, свет, освещение, но у нас уже по времени у нас 11 часов. Вот. Поэтому, естественно, я их не выношу на центр кухни, а они стоят там в углу, где все время стоит коробка, немножко, конечно, стало, наверное, подойти. Немножечко это самое, не видно. Симончик, он все вылизывает. Вот. Через две недели взяла ему уже этот самый, записались мы на запись, пойдем ему стрижку делать. Еще, наверное, будет слышно звук от машинки. У меня машинка запущена с посудой. Вот так вот, пока Марузка лежит, отдыхает. Симон помогает котятам. У меня она может показать, что там. Помогать надо. Ой, какой лазер. Покажи мне. Что мы там делаем. Ничего. Так, все. Симон уже улегся с Марузкой. Уже греет котят. Ты там их мне и попридавливаешь сейчас. Помощник мне папаша. Вот это он лижет ее, лижет котят, всех облизывает. Все помогает. Должен быть в курсе всех событий он. Да, Симоська? Да? Ты же мешаешь, давай вылазь. Давай вылазь уж. Сим, вылазь. Ну, пусть сама разбирается твоя жена. Пока отключилась эта самая. Симон сам помог Марузке. Третий котеночек родился. Покажи, Симон, какой он красивый у нас. Белокрасненький. Вот он еще мокренький. Вот он самый мокренький. Где-то облизывает Симончик. А этот, видите, первенький, он уже высох. Вот он маленький, красивенький. Мы, конечно, больше рыжих-рыжих вообще любим. Вот они самые красивые, как Симон. На папу похожи. О, господи. Видишь, три котеночка. Да, Сашенька? Здорово сейчас со всеми. Привет. Ты покупалась? Нормально? Иди ногти стирай на ногах. Смотри, какие страшные. Ужас. Иди некрасиво. А то накрасим красивые ноготочки. Ну, прикидь утром. Опс, переключаемся. В общем, нас уже четверо. Они будут задерживать ваше внимание. Оставляю кошечку в покое. Выключу яркий свет. И уже потом в следующий раз покажу, сколько котят, когда они высохнут. И, возможно, скажу, даже если с девочкой и мальчиком. Но пока нас четверо. Все. На этом всем пока-пока. Огромное вам спасибо за ваши комментарии. За то, что уделяете времени каналу. Вот. Вот. А мы, в общем, остаемся пока рожать. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok